Сегодня 17 июля, продолжаются руды. Такое бывает в жизни только один раз. Это корень солодки. Вот она, как растет солодка, я покажу. И сегодня у нас тут за пруду делают, и он ловит ее. Ее трудно выкапывать по земле, а он ее, я как бывает иногда, спосят когда траву, а там всякие кузнечики, и грачи налетят, или когда пашут, а не червяков вернутся. Я сегодня как грачи, как... А то я уже, наверное, четвертый моток такой, гляди, толще пальца. Ну, гляди. А она от разных астм, от всего, корень солодки. И 2000 лет назад уже тибетская медицина ей пользовалась, добавляла в разные снады где-то, даже пищи. Очень хорошая елис. От нее, если ты устал, выпил, спать хочется. Шесть раз слаще. Вот так вот. Видишь, какая? Вон она, сколько, гляди. Целое поле дороже. Посмотри, как она растет. Подойди. Вот это поле зеленое там. Вот поле зеленое. Вот, погоди. Вот, пока говорили с тобой, а он еще пришел. Вот она, гляди. Ее попробуй выкопать такой. А ее сегодня нельзя еще пить, только сушить надо ее. Ну, сушить, а можно так жевать. Вот, смотри, сколько это. Это вообще первый раз в жизни такой у меня. Это уже, наверное, третью пачку такую. Уберите, какая пачка. Корень солодкий. Никому не повредит. Особенно, если человек не курит. Ему это очень здорово. Он сейчас повибратит. А ты ее возьмешь? Вот, гляди, она как-то выглядит. Вот она. Вот она. Вот она. И смотри, сколько ее. Видишь? Ее надо промыть. А потом вот этот хорис чистый. Пожуй маленько. Как один сказал, говорит, нахально сладкая. Ее пожуешь, а после этого лук ешь и все еще сладкий. Ну как? Сладкая? Да. Вот смотри, ни одного корешка не забудет. Теперь берет, он подъехал, а я сразу беру лопату и иду, как этот грач. Вот видишь? Вот она здесь. Видишь? Видишь? Это оторвал. Вот тут я нахально просто оторвал. Если не оторвал, то она лучше была. Вот она что. Вот мы ее помоем, отрежем. И его законно здесь. Вот. Вид какой степель. Это вообще такое найти. И шоферы этому, трактористу дадим. Обязательно. Потом ему скажем, как просушить. Можем даже просушить, отдать. Там ее все родные это будут тратить. Вон она сейчас смотрит. Никогда в жизни такого не видал. Выглядит. Он ее, конечно, помял маленько. А что помял? Это все равно вымоешь. Ее не продавать. Ее любая аптека примет. Это не черепах у загора. Не манима. Ее положишь, она засушишь. Она может сто лет лежать. Тебе разноси лет. Она не портится, ничего. Вот смотри, он прошел где. Вот это поле зеленое. Это очень, очень редко такое бывает. И он берет эту землю и везет. И я тут подгодился. Его звать Виктор. Вот смотри. Вообще не видал такое. Пока разговаривали. Смотри, я уже сколько нашел. Вторая горсть. Двою руками понесешь. Вот так и надо знать, что там есть. Он рвет ее. Ну и понятно. Вот она торчит. Видишь? Ага. Видите какая. Жгут какой. Это пока говорили. Это мы похвалиться. У нас земля молоком и медом течет. Молоком залейся. А пчелы сами под пол залазят. Никто их не зовет. Только колодку принеси, поставь им. У нас любыми на его. Так и было. Что-то одна пчела, другая. Они залетели, подползли. И кинули ей там меду. А какой жук ползет. Это ему трудно. Ему не заползти. Я ему сейчас помогу. Давай-ка, дорогой. О! Вот так. Беги. Все. Он выживет тут. Я не знаю. Он полезный, не полезный. Ему трудно. Он не может залезть. Вот это обрезать надо лопатой будет. Смотри. Он еще не знает, какое сокровище у него тут. О! Беги! Не гляди. Еще. Воп 이렇게, вот! Вот так Наставишь у меня Седádь! Академ в? Академいる УTre bi咄 У меня что-то Решил взять, а тракторист остановился. Ты посмотри, что торчит, потом возьми, ребят, посмотри, сколько у него торчит. Опять тебе уже, покажи. За это время, пока шли, видишь, сколько она ручила. И с вегром потом. Где мы положили-то его? А вон. Вот смотри, сколько. Надо потом с вегром тебе не утащить. Ну все, иди с Богом, благодари. Снимай-ка мне его. Там брат Володя трудится.